МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...из-за незваных гостей пришлось даже отправить учеников на вынужденные каникулы. Наша съемочная группа отправилась в путь. Слово Андрею Секретареву. Первая змея в этой школе появилась еще 7 мая. В течение недели здесь же в кабинетах нашли еще трех присмыкающихся. Тут же приехали спасатели из МЧС, сотрудники санэпидемстанции, представители Министерства образования, а школьники ушли на преждевременные каникулы. Закрыли школу из-за змей, из-за того, что они часто появляются в комнатах, например, в кабинете, где хранятся книги, в кабинете биологии, в столовой. Снимки змеи отправили специалистам в Краснодар. Оказалось, что это полос желтобрюхи. Их здесь довольно много. Змея это не ядовитая, однако отличается довольно агрессивным нравом. В отличие от других присмыкающихся, полос не пытается скрыться при виде человека. Наоборот, нападает на него. Укус болезненный, но не ядовитый. Однако змеи не лучшие одноклассники для детей, поэтому в школе сразу же провели все необходимые работы. Роспотребнадзор принял меры. Закупили яды для того, чтобы ликвидировать данных змей из нашего учреждения. 12 числа было проведено общешкольное родительское собрание на территории школы. Первые несколько дней активисты помогали специалистам искать присмыкающихся. Родители от новых одноклассников своих детей, конечно, не в восторге. Ну, а как? Конечно, страшно. Когда мне начали дети говорить вот это вот, что иногда видят, а я что сделала? На ближайшие сессии местные депутаты обсудят, как решить эту проблему и предотвратить повторного появления змей в школе. Они живут у нас, вот она, видите, Канава, вон Кубань у нас. А там котельная, там же есть тепло, идет же эта труба, теплотрасса. Вот они туда сползаются на тепло на зиму, а потом выползают. Мое такое мнение, что нужно позакрывать эти дыры, примерно откуда они лезут, уже все равно примерно видно, и вложить больше травы от этой, чтобы они не лезли. Сегодня в хутор Красный приезжала комиссия для очередной проверки. В здании школы змей больше не нашли. Уже завтра дети вернутся на занятия. Ну а последний звонок здесь прозвенит не 25 мая, а чуть позже, когда ученики наверстают пропущенный материал. Андрей Секретарев, Николай Сезоненко, Кубань, 24, Услабинский район. По словам специалистов, этот случай не относится к чрезвычайным. Присмыкающиеся часто зимуют в подвалах, а с приходом тепла выбираются из укрытий. Хутор Красный всегда был излюбленным местом обитания змей. Этот вид, хотя и относится к самому агрессивному представителю змей в пределах бывшего СССР, единственное, что он может сделать, напугать, ну и совершая броски и укусы, может травмировать кожу. Тут надо сказать, что желтобрюхий полос, он занесен в Красную книгу Краснодарского края. И по региональному законодательству убийство каждой такой особи оценивается в 15 тысяч. При встрече со змеей на улице специалисты советуют не хвататься за палки и камни. Нужно отступить, и змея не станет вас преследовать. Ну а если обнаружили присмыкающихся у себя дома, не пытайтесь избавиться от нее самостоятельно. Вызывайте спасателей. На работу с противогазом. Коридор одной из краснодарских организаций сегодня заполнил дым с отвратительным запахом. Сотрудников пришлось эвакуировать, но пожаром там и не пахло. Подробнее Александра Писаренко. Работа в Центре социального обслуживания стоит с самого утра. Сотрудники не могут находиться в офисах. Неприятный запах чувствуется уже на входе. Открываем склад, а у нас тут стоит просто стоит дым. У нас тут розеток нет, электричества у нас тут нет. Как бы по нашей вине загореться тут ничего, задымиться не может. Выяснили, что оказывается сегодня проводилась дезинфекция. Потравили крысы, насекомых в подвале сотрудники одной из коммунальных компаний города. Специалистов пригласил домком. Это жилой дом по улице Гагарина, но весь первый этаж занимают различные организации. Есть даже продуктовый магазин. Но работникам социального центра досталось больше всего. Никто из их соседей ничего не заметил. Как рассказал нам Станислав Деркаченко, заместитель директора коммунальной компании, дым попал на первый этаж из-за несовершенства конструкции. Из-за того, что старый подвал. В подвалах есть дырки, которые у тебя есть. Два вида работ было. Три. Крысы, глухи тараканы и комар. Это два разных. Все на все препараты разные. Это шашки четвертый класс опасности. Они не вредны для человека. Созданы такие дома, мы физически не успеем делать субботу, воскресенье. Поэтому приехали в понедельник в 7 утра до начала рабочего дня. А жильцов и председателя совета дома предупредили еще в пятницу. На подъездах с обратной стороны здания развесили объявления. Но сотрудников организаций, расположенных прямо над подвалом, так и не оповестили. Нежилые помещения первого этажа я лично не предупреждала. Ну как бы это в мои обязанности не очень не входит. А обычно вы предупреждаете? И обычно я их не предупреждаю. В сложившейся ситуации также ответственность возлагается на председателя по уведомлению и оповещению жильцов дома. А также арендаторов и собственников коммерческих помещений. И председатель совета, и руководство социального центра признаются, что давно конфликтуют друг с другом по самым разным вопросам. От ремонта стояков в доме до вырубки деревьев. Запах из помещения уже выветрился, но осадок остался. Как ни крути, все остальные вопросы теперь придется решать сообща. Александра Писаренко, Михаил Власенко, Михаил Бойправ, Кубань-24, Краснодар. Российские и китайские корабли впервые проводят совместное учение вдали от собственных портов. В Средиземноморье стартовала активная фаза маневров морской взаимодействия Д-2015. От российской стороны в состав объединенной группировки в Средиземноморье вошли гвардейский ракетный крейсер «Москва», ракетный корабль на воздушной подушке «Саму», сторожевой корабль «Ладный», большой десантный корабль «Александр Атраковский», большой десантный корабль «Александр Шабалин» и морской буксир «МБ-31». От ВМС, Народно-освободительной армии Китая, сторожевые корабли «Линь-И», «Вэйфан» и корабль снабжения «Вэйшаньху». Главная задача учения – это отработка совместных действий по охране безопасности судоходства в Мировом океане. В эти выходные казаки вспоминали подвиг войска полковника Льва Тиховского. Больше двух веков назад оно упало в битве с черкесами за родную землю. Почтить в память героев в Красноармейский район приехали тысячи кубанцев, в их числе и Вениамин Кондратьев. После Тиховских поминовений он сразу отправился в Ольгинку. Здесь в эти дни проходил ежегодный фестиваль СМИ. А затем в графике руководителя региона была запланирована поездка в Сочи. О рабочих выходных Кондратьева расскажет Мария Крушная. При входе на это кладбище в поселке Колос казаки снимают папахи. Среди старых надгробий – святыня, могила предков. Уже больше двух столетий здесь покоятся воины, которые пали в бою, защищая границы России. В далеком 1810 году 148 казаков ценой своих жизней остановили четырехтысячное черкесское войско. В память об этом событии здесь каждый год собираются казаки со всей Кубани. Меня Господь сподобил участвовать во всех поминовениях, которые были от самого первого. И разница, конечно, колоссальная. Мы в 91-м году в мае месяце, когда собрались здесь в первый раз, и нас было около 30 человек. В этом году здесь уже 5000 казаков. Отдать дань памяти приехал и в Рио губернатор Вениамин Кондратьев. После молебна вместе с атаманом кубанского казачьего войска он возлагает цветы к могиле павшим героям, подвиг которых сегодня невозможно переоценить. На таких примерах нужно воспитывать будущее поколение защитников нашей страны, нашего края. А традиция поминовений погибших героев – основа такого воспитания. Каждая пять от этой земли пропитана кровью наших предков – казаков казачьего полка Льва Тиховского. Я очень рад, дорогие братья казаки, что с нами сегодня дети, и каждый год их на вот этих поминовениях все больше и больше. Героизм казаков вспоминают не только на молебне. Гордясь своими предками, их правнуки ждут гостей в Куренях, встречают песнями и танцами, угощают хлебом солью. Вениамин Кондратьев заходит в каждый. Руководитель региона торопится рассказать о жизни родных станиц и поселков и, конечно же, удивить, кто во что гораст. По нас степью промыкают грозные разливы, Казаченьки убирают в золотую ниву. Уезжать не хочется. Родники, они всегда питают. Поэтому здесь родник. Здесь родник жизненной силы. Энергии не изменяйте сами себе. Однако уехать все-таки приходится. В этот день Кондратьева ждут и в поселке Ольгинка, Туапсинского района. Здесь на фестивале СМИ журналисты со всего края. До начала встречи остается меньше часа. Доехать на машине руководитель региона просто не успевает. От пути на вертолете отговаривают помощники. Из-за плохой погоды небо в Ольгинке закрыто. Посадка невозможна. Журналисты шепчутся. Неужели не приедет? Приехал. Как сам говорит, по-другому просто не мог. Не залететь я к вам не мог. Потому что ощущение того, что мы должны пообщаться. Пусть 15 минут, но это однозначно. И когда мне уговаривали в вертолете не рисковать и не садиться на трассу, а пролететь мимо. Ну не мог и не смог. Я здесь. Ну как будем по формату. Читать или говорить текст, приготовленный? Говорить. Говорить. На встрече действительно говорят. Диалог без купюр. Вместе обсуждают роль журналистики в современной жизни, развитие региональных и районных СМИ, взаимодействие с местной властью. Для многих журналистов это первое знакомство с Вениамином Кондратьевым, который обещает быть открытым для дальнейшего общения. А с редакторов газет, теле и радиокомпании берет слово, что они в свою очередь будут объективны в материалах. Для меня принципиальная пехота это ректора района, районных газет, которым низкий поклон. Но я еще раз подчеркиваю, вот с вас начинается большая журналистика. Я хочу понимать не только то, что говорит мое окружение, но хочу понимать то, что говорит народ посредством вас. Потому что те проблемы, которые вы поднимаете, по час ни один доклад не поднимет. И это правда. Объективность. Коллеги, только объективность. Почему я называю ее коллеги? Потому что вы четвертая власть. И мы две власти вместе должны сделать жизнь вокруг нас. Но по крайней мере никак не пуже, а то и лучше. После в рио губернатора сразу улетает в Сочи. Здесь он проводит несколько рабочих встреч, а заканчивает день, как и большинство россиян, в эти выходные хоккея. На Олимпийскую арену Большого выходят непрофессиональные спортсмены, но широко известные люди. Президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и другие политики, а также актеры и бизнесмены, такие как Владимир Потанин и братья Ротенберги, наблюдают за матчем 12 тысяч зрителей, среди которых Дмитрий Медведев и Вениамин Кондратьев. За кого они болели, осталось секретом. А вот счет матча тайной не стал. 18-6 в пользу команды, за которую играл президент. Мария Крошина, Денис Перец, Олег Черепок и Влад Захаров. Кубань-24. Более 400 редакторов и журналистов собрал фестиваль СМИ «Пульс 5 миллионов». Он проходит уже в 11-й раз, а Ольгенька третий год подряд становится местом встречи газетчиков, розетчиков и телевизионщиков. Первыми на сцену вышли выпускники журфака Кубанского госуниверситета. Их торжественно посвятили в профессию. Памятные подарки наши будущие коллеги получили из рук исполняющие обязанности вице-губернатора Анны Меньковой. Главная цель традиционного журналистского форума всегда неизменна. Это общение и решение общих для средств массовой информации проблем. Например, привлечение капитала от рекламодателей и спонсоров, взаимодействие с властями. Гости фестиваля, сотрудники ведущих российских изданий делились опытом и сами постигали особенности региональной журналистики. Приятно общаться с коллегами. Вопросы, которые они задавали, они показывают знание проблемы. Люди владеют и общими вопросами страны, и тем, как функционирует журналистика. Несмотря на то, что они не директора, не издатели, не финансисты. За три дня фестиваля кубанские журналисты посетили 12 мастер-классов и круглых столов. Главные вопросы встречи этого года так или иначе были связаны с экономикой. Но было и много творческих дискуссий и прогнозов на будущее региональных СМИ. Это прекрасная возможность узнать что-то новое, отточить мастерство, отточить перо, подумать. Это повод оглянуться назад, какой-то итог года. Вот мы как-то уже привыкли, что пульс 5 миллионов – это своеобразный рубеж. Лучших профессий по традиции наградили, в том числе и отметили и работы журналистов телеканала «Кубань-24». После многочасовых журналистских споров – торжественное закрытие фестиваля. На сцене моря под аккомпанемент краснодарских музыкантов, а над головой – грандиозный салют. Футбольный Краснодар завоевал медали чемпионата России. Это стало известно менее часа назад, когда завершился последний матч 28-го тура первенства. В нем неожиданное поражение от Урала потерпела московская «Динамо», которая теперь потеряла все шансы сместить горожан с педестала. В споре лидеров чемпионата осталась лишь одна интрига. Медали какого достоинства – серебряные или бронзовые – завоюют быки. Для решения максимальной задачи у Краснодара есть еще два матча. Сборную России накажут за то, что хоккеисты покинули лед перед исполнением гимна Канады после финала чемпионата мира. Международная федерация этого вида спорта посчитала такое поведение неуважением к сопернику. Министр спорта нашей страны Виталий Мотко заявил, что сочтет наказание верным, а пресс-атташе сборной Игорь Ларин объяснил ситуацию тем, что организаторы открыли калитку бортика перед исполнением гимнов. Это спровоцировало неразбериху среди хоккеистов. Напомню, что в финальном матче мирового первенства сборная России потерпела сокрушительное поражение от канадцев со счетом 1-6. Осторожно, бананы. Дорожного знака такого пока нет, но вот необходимость в нем случается. Неосторожный водитель фуры, перегруженный фруктами, по всей вероятности не уследил за заносом прицепа и растерял по дороге ценный груз. Случилось это на трассе под армавиром. Никто, к счастью, не пострадал, но затруднения на дороге из-за бананов возникли. Дорожный инспектор выясняет причины инцидента, а перевозчик подсчитывает убытки. Сергею Полонскому сегодня предъявили обвинение в мошенничестве, причем в особо крупном размере. Сейчас бизнесмен находится в Москве, в СИЗО «Матросская тишина». Его доставили туда прямо из аэропорта, экстрадировав накануне из Камбоджи, где Полонский жил в последнее время. Его уже допросили следователя. Бизнесмену вменяется мошенничество при строительстве жилого комплекса «Кутузовская мили» в Москве. По данным следствия, он похитил более 3 миллиардов рублей, собранных с дольщиков. Пострадавшими от его действий признаны более 80 граждан. В Камбодже на него, кстати, тоже заведено дело за незаконное удержание людей в плену. Теперь в свободе ограничили самого бизнесмена. По данным портала РБК, в «Матросской тишине» Полонский сидит, без дела не сидит. Он сам с собой играет шахматы и домино, которые выдали ему по прибытии. Жить с комфортом в центре города, да еще и в зеленом квартале, смогут владельцы квартир одноименного жилого комплекса. Настоящий праздник устроила девелоперская компания «Неометрия» на открытие девятиэтажного дома. Аттракционные конкурсы и аниматоры. А еще посадка деревьев, вручение благодарностей лично от гендиректора, запуск воздушных шаров и фото на память. Здесь хорошо, много солнца. Район очень хороший, рынок недалеко. Хорошо сделали, молодцы. Снаружи красивый дом, отличается вокруг. Здесь красиво, уютно, и мы будем ждать счастливых. Застройщик комплекса один из лидеров отрасли на Кубани. Несмотря на кризис, компания сдала «Зеленый квартал» точно в срок. Это жилье эконом-класса, но строительные материалы, технологии, которые здесь были применены, они применяются в жилье бизнес-класса. Поэтому мы считаем, что здесь созданы все максимально благоприятные условия. И качество отделки, и качество строительных материалов, и благоприятная окружающая территория. В доме более 400 квартир. Три сотни семей уже получили ключи и готовятся к новоселью. Бои белых воротничков. Второй сезон. Сегодня это реалити-шоу вновь стартует на телеканале Кубань-24. В 22.00 телезрители увидят, как проходил кастинг. Для участия отобрали 40 неподготовленных человек. И главная особенность нового сезона. В проект пробились две девушки. Сейчас офисные клерки активно тренируются. Среди участников и наш корреспондент Василий Широких, который расскажет о главных событиях на реалити-шоу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Схватывать приходится все на лету. Времени довести удара до автоматизма нет. Всего ведь 6 недель тренировок. За полтора часа успеваем разучить до десятка новых приемов и комбинаций. Порой кажется, что силы покинули и тело хочет покоя. Но на десерт тренер преподает порцию нехитрых физических упражнений. Преодолевая себя на пределе, выполняем все. Победа нужна каждому. Сегодня в 22.00 вы увидите первую серию реалити-шоу боев белых воротничков. Но там будет только лишь о том, как мы проходили кастинг. Но вот чем мы сейчас занимаемся на самом деле здесь. Держим лодочку. В общем, ни секунды отдыха, как и в первом сезоне реалити-шоу. Однако в этот раз мощный концентрат тестостерона организаторы приправили эстрогеном. На скользком от пота татами появились девушки. Отрабатывать удары, правда, иногда приходится с мужчинами. Но оно и к лучшему. Крепче будут. В спарринге ведь все равно друг с другом встретятся. Я очень трудолюбивая. Боец по жизни. Поэтому я думаю, что у меня все получится. С каждой тренировкой нагрузок все больше. Тем и лучше признаются участники. Во-первых, многие с вредными привычками распрощались. А во-вторых, тело в форму наконец начало приходить. Ты ожидал, что будет вот именно так, или я ожидал чего-то другого? Я, в принципе, надеялся, что будет именно так, чтобы было тяжело, чтобы прийти поработать, потом достойно выступить. Помимо спарринга впереди нас ждут еще состязания по бегу, плаванию и другие испытания. Всех секретов не раскрывают. Но уже распределили участников по весовым категориям. Хотя от таких нагрузок все может измениться. Лишние килограммы уходят практически на глазах. Куда уходят, я еще не понял. Главное, чтобы понять откуда. В общем, видишь, какие мысли, когда ты выполняешь упражнение. Самому не разобраться. Действительно, найти хоть одну мысль в голове во время тренировки достаточно сложно. Но это, пожалуй, главное, чему мы должны научиться. Как говорит тренер, в спарринге важно думать головой, а не поддаваться природным инстинктам. Пока единственным спортивным навыкам, с которыми все мы пришли на проект. Тут множество таких нюансов. Когда человек приходит неподготовленным, приходится постоянно... Даже не то, чтобы какие-то новые удары изучать, новые там серии. Ему приходится в новой среде сложновато. Ему нужно привыкать к залу, нужно привыкать к тому, что он постоянно ползает по татам, постоянно потеет, постоянно работает. Здесь самое главное, чтобы от человека была отдача. Чтобы больше не просто там, да, вот он пролодился, чтобы вот умел работать руками, ногами. Нет. Нужно пахать. Чем мы и занимаемся. Тем более, что помимо победы в финале реалити-шоу, есть и еще один очень мощный мотиватор. На днях стали известны лучшие бойцы в аналогичном проекте в Крыму. С ними и предстоит встретиться нам, победителям проекта Кубанского. А это уже будет третий сезон боев белых воротничков. Василий Широких и Евгений Безруков. Кубань-24. Краснодар. Мне остается только пожелать нашему коллеге удачи. И напоминаю, что трансляцию первой серии реалити-шоу «Бои белых воротничков» смотрите сегодня на Кубань-24 в 22.00. Ночь музея в Москве повторят. Следующие выходные. Такое решение власти столицы приняли из-за дождя. Он помешал многим москвичам поучаствовать в акции. А на Кубани погода была великолепная. В итоге наш край установил региональный рекорд посещаемости. Ночь музеев собрала почти 230 тысяч человек. Юбилейная акция была посвящена другому юбилею, 70-летию Великой Победы. Практически каждая площадка передавала атмосферу фронтовых времен. К музеям в этот раз присоединились и библиотеки. Все учреждения постарались сделать свои представления уникальными, чтобы максимально разнообразить программу. Представляю собой женскую половину нашего населения, которое выступает за мир на земле. И для этого мы и одеваемся сегодня, для того, чтобы почтить память падших наших ветеранов года Великой Отечественной войны, наших родных, близких. У каждого они есть. У нас же сегодня также проходит акция, в которой принимают участие все желающие города и края. Нам передавали фотографии своих родных и близких, которые погибли. Над судьбами наших дедов и отцов воспарит несгибаемая жизнь, которая не замирала ни на минуту и не была напрасной. Поучаствовать в акции можно было и не заходя в музеи. В сквере Жукова работали выставки, полевая почта, оружейное и фотоателье. Сегодня завершился не совсем обычный кинофестиваль «Золотая бабочка». Все конкурсные фильмы там создаются буквально за один день практически на глазах у жюри. Авторы – студенты одного единственного вуза университета культуры и искусств. А вот жюри известны на всю страну – актеры и режиссеры. Все это – часть образовательной программы. Затем, как готовят творческие кадры, наблюдала Евгения Сокмаркина. Здесь самый настоящий пленэр для будущих режиссеров, актеров и операторов. Создать кинокартину в кратчайшие сроки – такая задача стоит перед каждой съемочной группой. Вот подойди, посмотри. Если композицию нарушить, здесь оставить больше, а здесь упор. Работа кипит. Где-то еще снимают, где-то уже приступили к монтажу. Все фильмы оценит жюри. Но, как признаются сами студенты, главное не победа, а возможность почувствовать, что такое самостоятельная творческая жизнь. Мы должны снять, мы должны смонтировать, мы должны порепетировать с актерами. Гримм, все это должно слаженно быть. Это, наверное, большой опыт. То есть, например, если фильмы снимают, да, их снимают каждая минута, это деньги. То есть, вот здесь это прям вот учит нас. Для первокурсников этот фестиваль – первое столкновение с настоящим материалом. Поэтому педагоги с интересом наблюдают за работой студентов. Наши выезды сюда, они носят, с одной стороны, чисто творческий характер, а с другой стороны, мы проверяем, насколько мы подготовили наших студентов к практической деятельности. Учиться приходится не только на собственном опыте. Мастер-классы на свежем воздухе проводят известные актеры и режиссеры. Некоторые приезжают на «Золотую бабочку» не в первый раз, ведь этот фестиваль уникален. Подобных нет даже в самых авторитетных творческих вузах. И это несмотря на то, что съемки в наше время стали более доступными. Я учился во времена, в 97-е годы, когда во ВГИКе кино снимали по бумажке, потому что не было возможности ни купить, ни арендовать, ничего не было. Поэтому многие режиссеры просто по бумажке защищали, как бы они сняли бы кино. Поэтому, когда есть такая возможность у студентов, это, мне кажется, великое счастье. Особенно для тех, кто серьезно потом будет заниматься профессией. Ребята признаются, что залог успеха – заполучить в съемочную группу хорошего оператора. И это не случайно. Первая кинематографическая профессия – это профессия оператора. Братья Люмьеры выступали именно в роли операторов, когда снимали свои первые фильмы. Потом вспомним знаменитую фразу Зигевертова, что мы видим мир через объектив камеры, то есть глазами оператора. Практика для таких специалистов – не только выезд на натуру. Настоящая свобода творчества оператора невозможна без чисто технических знаний. Именно они позволяют свободно воплотить на экране любой замысел. Ведь с помощью света, цвета, ракурса и крупности плана можно подчеркнуть характерные черты героя, создать то или иное настроение. У выпускников университета есть все, чтобы быть востребованными специалистами. И они работают не только в крае, но и по всей стране. Кто-то находит себя в кинематографе, кто-то на телевидении. В операторской профессии есть плюс. Лично для меня плюс какой? То, что она совмещает и творческое начало, и возможность поработать с техникой. То есть я, в принципе, вот, наверное, оптимальный для меня вариант. Я люблю что-то создавать, я люблю поковыряться, люблю настраивать, люблю фотоаппараты, люблю видеокамеры. Сейчас университет культуры преображается, но неизменным остается одно. Именно здесь для многих студентов начинается творческий путь. Евгения Сокмаркина, Антон Калиниченко, Юрий Дешин, Кубань-24. Культовые музыканты на одной сцене. В Северском районе прошел рок-фестиваль «Лестница в небо». В нем приняли участие Юрий Шевчук, Вячеслав Бутусов, лидер рок-группы «Назарет» Дэн Маккаферти и вокалист прославленного коллектива «Дипепл» Джо Линь Тернер. Екатерина Славянская оказалась гуще событий и готова рассказать о терапевтических свойствах рока. Сергей Крючков приехал на фестиваль «Лестница в небо» из Армавира вместе с сыном и 10-летним внуком. Мужчина считает, что именно рок-музыкой нужно воспитывать лучшие качества в ребенке. Сила воли, борьба за правду и стойкость. Обо всем этом поет Юрий Шевчук и группа ДДТ. С годами он становится уже менее таким хулиганистым, скажем так, менее рок-н-ролльным. Все более и более философской, осмысленной песней становится его. Я всю свою сознательную жизнь люблю рок-музыку и хочу, чтобы ребенок с детства приучался к правильной настоящей музыке. В 80-х годах русский рок переживал сложные времена. Многие группы, в том числе и ДДТ, были подвержены гонениям. Но свободолюбивый дух музыкантов не удалось слонить. Честно должно быть все. Не под фанеру, живье, честно. И, как говорил еще Джон Леннон, попса говорит о том, что все хорошо, а рок-музыка говорит, что все у нас не всегда хорошо и не очень. То есть рок-музыка поднимает честные темы, проблемы жизни, она изучает жизнь. Для многих россиян рок-музыка стала символом свободы и правды. Роза Скворцова, чтобы увидеть живьем своих кумиров, приехала на фестиваль из Новороссийска. Пенсионерка призналась, что такие концерты дают ей силы, а многие композиции даже обладают терапевтическим эффектом. Я отдыхаю, когда я с ним все прошу. Мне плохо, я с ним все равно музыку, мне нравится. Мне становится лучше, у меня болит голубая стажировка, у него громко, мне становится леточка. Лестница в небо проводится уже второй год. На стадионе в поселке Афибском выступают прославленные исполнители российской и мировой сцены. В этом году, кроме ДДТ, зрители увидели Вячеслава Бутусова, вокалиста группы The Purple Джолин Тернера, а также участников проекта Voices of Rock. Организатором фестиваля стал благотворительный фонд имени Андрея Андреева. Назван он в честь молодого человека, который ушел из жизни в 2013 году. Его отец решил увековечить имя сына. Ты все равно жив, и в сердце ты мое навсегда. Ты все равно жив, так не захотела судьба. В следующем году, как обещают организаторы, Андрей и Арина станут стартовой площадкой для молодых кубанских исполнителей и коллективов. А фестиваль – лестница в небо, где зажигаются звезды музыкального мира. Екатерина Славянская, Антон Калинченко, Денис Горбунов. Кубань-24, Северский район. Новобранцы спортивных род ЦСКА приняли военную присягу в Сочи. В ряды российской армии вступили 208 спортсменов. Многие из них уже отстаивали честь нашей страны на европейских и мировых соревнованиях. В числе призывников на уставе спортивного клуба армии дал клятву чемпион мира по конькобежному спорту Павел Кулижников. Здорово, наверное, почувствовать, что это такое, как это вообще армейская жизнь. Никто же даже не подозревал, все говорили жестко. А как это жестко, никто даже и подумать не мог. Вот, у нас попался капитан очень хороший, строгий, но в меру. Как бы ты не хотел, нужно идти в армию, иначе в жизни будет очень плохо. Так что я в любом случае пошел бы спорт роту или не спорт. В день присяги клуб ЦСКА получил флаг нового образца. Почетным членом клуба министр обороны Сергей Шойгу торжественно вручил новые погоны. Свои воинские звания повысили олимпийские чемпионы и легенды ЦСКА Алексей Немов, Анна Чичерова, Алексей Мишин и Елена Исенбаева. Я рада быть спортсменкой ЦСКА. Я безумно счастлива получить очередное воинское звание. Теперь я майор. И вообще хочу выразить огромную благодарность министру обороны Сергею Кулибетску-Чайгу за поддержку армейского спорта, за его развитием. Спортивные роты в российской армии возразили два года назад. Сегодня в стране сформированы четыре спорт роты клуба. В Москве, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Самаре. Куда юные армейцы клубы отправятся уже через несколько дней. Все бегут, бегут, бегут. Массовый забег прошел в краевой столице. Участие в марафоне приняли около пяти тысяч спортсменов. Самому младшему всего один год и два месяца. Самому опытному 85 лет. Соревнования начались с забегов юных. Детскую милю – это 1600 метров. Среди мальчиков быстрее всех преодолел Вениамин Видин из Краснодара. Среди девочек – Анастасия Савченко из Услабинска. На главной дистанции пять километров быстрее всех были Краснодарка Анастасия Великая и Алексей Попов из Воронежа. Забег очень понравился, было очень здорово. И несмотря на ветер, даже очень здорово получилось. Очень ждал этих соревнований. Я уже давно здесь выступаю, мне нравится. Был уже несколько раз с призером, пару раз выигрывал. Но вот решился приехать опять и еще раз подтвердить свой уровень, свое мастерство на этих соревнованиях. Традиционный забег проходит уже 11 лет. Его главная цель – привлечь как можно больше людей к занятиям спорта. И силы померились, и дух укрепили. Финал турнира по армейскому рукопашному бою среди казачьей молодежи прошел в станице выселки. На соревнования съехались лучшие юные спортсмены из всех исторических отделов Кубанского казачьего войска, Краснодарского края, Карачаева Черкесии и Адыгеи. Кто победил, знает Екатерина Пороханяк. Чтобы попасть в финал турнира, эти ребята готовились целый год. Они провели сотни боев и стали победителями в нескольких отборочных этапах. В каждую из восьми команд вошли по 15 юных казаков. Алексей Клевцов представляет лобинский казачий отдел. Признается, несмотря на то, что в своих 16 уже три раза становился чемпионом России по армейскому рукопашному бою и панкратиону, перед выходом на татами всегда волнуется. Больше, конечно, надеюсь на технику и опыт. Перед боем, конечно, меня настраивает тренер, моя команда, мои друзья. Ну а перед выходом на ковер я молюсь, ну как бы кричусь и, не знаю, в этом мне помогает выиграть. Перенство по армейскому рукопашному бою кубанские казаки проводят уже в седьмой раз. Борьба идет жесткая по всем правилам. Удары, броски, болевые захваты. Тут вообще такие красивые бои были, такие удары в голову ногой, что даже профессионалы могли уже завидовать. Тут действительно, там тут и нокауты, там это означает, что у них уже подготовка очень хорошая. Бой может длиться считанные секунды, а может и несколько минут. Несмотря на жесткие удары между победившим и побежденным, товарищеские отношения. Каким бы соперник ни был, я его всегда буду уважать, потому что это не враг, а именно соперник. В этом году в первенстве участвуют ребята от 14 до 17 лет. Практически каждый из них совсем скоро вступит в ряды российской армии. Основная задача таких соревнований подготовить призывников, сильных не только физически, но и духовно, морально крепких патриотов. Этот вид боя комплексно готовит защитника Отечества, а таковыми казаки всегда были и таковыми они являются на сегодняшний день. И мы надеемся, что они будут такими и в будущем, настоящими защитниками Отечества, достойными славы своих предков. Упорные тренировки и молитва помогли Алексею Клевцову и вытоварищам по команде из Лобинского казачьего отдела завоевать первое место. Победители и призеров наградили дипломами, медалями и ценными подарками от атамана Кубанского войска. Екатерина Пороханяк, Игорь Звинаревский, Кувань-24, Усилковский район. Вышли на публику щенков краснокнижного горного волка. Теперь могут наблюдать посетители Геленджикского сафари-парка. Трое детенышей появились на свет уже больше месяца назад, однако до сих пор увидеть их удавалось лишь сотрудникам парка. Мы стараемся их не тревожить. После рождения две недели у них еще глазки не открываются, потом они находятся вместе с мамой в берложке. После месячного периода они уже самостоятельно начинают выходить на улицу, потихонечку гулять. Волчата уже освоились в большом вольере и даже пытаются познакомиться поближе с жильцами соседней клетки павлинами. Кстати, в отличие от взрослых особей, щенки первые три месяца имеют более темный коричневый окрас. Отмечу, что этот вид волка занесен в красную книгу по всему миру. Несмотря на это, в Геленджике их популяция только растет. За пять лет она увеличилась с двух до десяти особей. Надеемся, что кубанские зоопарки и дальше будут радовать нас прибавлением в звериных семействах. Таковы факты сегодня. Будьте в курсе следить за новостями вместе с нами. Впереди еще спорт и погода. Увидимся в 21.30. Приятного вечера.